Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Поговорим о Kiwi, значит, школа программирования веба Бовсуновского. Я бы хотел немножко рассказать о Kiwi. Как сначала найти школу по Android? Значит, как раз познакомитесь с двумя сайтами. Сначала набираете spb-tut.ru, далее набираете еще, то есть кликаете Python for Android и переходите на сайт школа Kiwi. Итак, что же такое Kiwi? Сначала о преимуществах. Значит, Kiwi это кросс-платформенный фреймворк, который работает на всех операционных системах. Что важное в Kiwi? Вот я за ним слежу с 2013 года. Он сразу взял, значит, направление на множественное касание. В то время как другим библиотекам пришлось это доделывать, дописывать. Это заложено изнутри. Сразу встает вопрос, что же можно сделать на Kiwi? Ребят, в пределах выходной платформы. Основной язык написания Python. Можно сделать все, что угодно. Бизнес-процессы. Простая и сложная графика. 3d. Программы абсолютно любой сложности любого интерфейса. Игры. грубо говоря, грубо говоря, ваша, то есть продукты, продукты, ограничиваются только вашим воображением. Сама по себе Kiwi очень быстрая библиотека. В 2013 году, почему я на нее обратил внимание, в 2013 году еще с ней выступил основатель языка и сказал, очень мощное, но надо ускорить. С того момента ребята переписали весь код на CUTON, на Python C. То есть мы получили работу программы со скоростью C. Это очень круто. Kiwi имеет такую, ну более-менее нормальную справку, но мы в школе разбираем подробно. Значит, легко работает со всеми идей основными. Вот мы, например, работаем с PyCharm. Значит, в чем смысл вообще программирования на Kiwi? Написание кода это классы Python. При этом оперируя основными классы, которые написаны уже внутри разных компонентов, например, если нажмем API reference, более 150 заготовленных классов. И их добавляется, добавляется, добавляется и добавляется. Значит, смотрим далее. То есть, по сути дела, для того, чтобы, допустим, создать окно, простым языком, если рассказывать, для всех, то импортируем класс up и пишем под него наш класс. Очень крутая вещь Kiwi. Kiwi пошли по принципу Django. Разделили код и дизайн. То есть, Kiwi сделал свой язык. Он довольно несложный. Но в чем крутизна? Вот смотрите, я сейчас рассматривал программу. Что мы сделали? То есть, мы можем применять разные заготовленные макеты. Зачем эти макеты? Я сейчас код не буду показывать, а разъясню на словах. Принцип очень прост. Сначала в главном файле мы описываем основные свойства макета, а потом уже в других файлах просто рисуем, что выводит этот макет. При этом, обратите внимание, в языке Kiwi поддерживается наследование. Наследование происходит при помощи знака собака. Но я бы хотел рассказать о макетах. Это очень круто. То есть, в нашем распоряжении большое количество макетов. 7 или 8. В данном случае, что мы сделали? То есть, практически, Kiwi дает готовый инструмент, который помогает за считанные минуты выполнить абсолютно любой дизайн. Мы здесь применили три макета. Первый макет мы применили, что кнопки у нас слева вверху. Второй макет коробка мы применили удобно группы кнопок размещать. Вот здесь. Далее, третий. Четвертая. Макеты между собой отнимаются. Например, мы взяли пространство, все. Отняли вот это пространство, отняли вот это пространство, вот это. И у нас выделилось вот это вот пространство. Это очень круто, ребят. То есть, практически, интерфейс при помощи готовых макетов можно сделать буквально за считанные минуты. По сути дела, изучив библиотеку Kiwi, можно бомбить по приложению неделю. Какое-то однозначно сработает и его развивать, зарабатывать деньги. Сборка API файла. Сборка API файла тоже на полном автомате. Kiwi представляет несколько вещей. Ну, во-первых, для Linux, а для любителей, у кого винда, можно скачать виртуальную машину и сразу готовый пакет, значит, Lubuntu, запускать ее свободно на винде и собирать APK файл. Все сложные операции, все скачивание Android среды, все, все делает за вас. Ваша задача настроить и нажать запустить. В конце концов собирается готовый APK файл, который сразу можно устанавливать на операционную систему Android. Теперь по школе. В школе мы все проходим по шагам. Сразу такой вопрос. Если я не знаю Python. Если вы не знаете Python, то в любом случае вы получите доступ и изучите Python с нуля. Знать вы его будете. Когда вы знаете Python, то мы проходим все по шагам. Значит, шаг за шагом, четкий код, видео, поддержка осуществляется в группе. Важно находиться в процессе. То есть, но группе не надо искать. По одной простой причине все нужные шаги сразу вбиты в план. Где есть группа, да, где сразу вбит план рубрика группы. Потихонечку пишется и документация на русском под уроки. Я не ставлю цель переписать официальную документацию. Потому что нет в этом смысла. Моя задача дать документации побольше примеров. Я даю ссылки, конечно же, и на официальную документацию. По сути дела, чтобы человек, когда человек видит пример, он легко может применять. Принцип обучения. Мы рассматриваем сразу программу и сразу же учимся коду, учимся языку киви. То есть, все подробно. Чтобы была и практика, и теория в одном. Все в одном. Что хотелось еще сказать по АПК. Наши ребята не промах. Если я показал на Винде, то в школе ребята уже успели сделать сборку с применением Java. Володя Семенович. И Алексей Позняков сделал с Федорой. То есть, по сути дела, на все вкусы. На все вкусы. Теперь, что бы еще хотелось сказать. Меня вообще еще заинтересовало, почему я взял киви. Ну, во-первых, это разумно. Я наблюдал за ней долго, если честно сказать, как она будет развиваться. Потому что, когда выпустили киви, все вот так посматривали. Но когда киви взяла курс на множественное касание, как показывает жизнь. Везде используются сейчас, значит, планшеты, даже вплоть до метро. Да? То есть, множественное касание – это то, что действительно рассчитано на будущее. Но это еще не все. Киви – это Python. То есть, по сути дела, киви мы можем присоединить абсолютно любую библиотеку Python и сделать хоть лабораторию мобильную. Следующий момент. Можно пойти дальше, что я и собираюсь делать в школе. То есть, серверная часть написана на Django. Мобильная часть написана на Kiwi. При помощи REST Framework через API. И, пожалуйста, приложение, которое в будущем, я думаю, будет уже совсем скоро востребовано на обыденном уровне. Сегодня уже смотришь телевизор и говорят – наш сайт такой-то, наше мобильное приложение такое-то. В скором будущем это выйдет в широкие массы. И каждая фирма, каждый владелец сайта будет хотеть, чтобы его сотрудники могли работать в любых местах. Поэтому, конечно же, понадобятся и мобильные приложения, которые будут сделаны под эту фирму. Киви для этой задачи подходит очень-очень хорошо. Любое программное обеспечение соединяем впоследствии с сайтом и получаем навороченную вещь. При этом Kiwi изучается легко. Почему? Потому что здесь ребята при выпуске новых версий, они идут путем добавления, а не переписывания. То есть, даже если вы начинаете изучать с версии, допустим, 1.7, там сейчас уже вот 1.9.1, на момент, когда я рассказываю январь 2016-го, то просто добавляются модули и усовершенствуются те. Но API доступа остаются те же. При этом, если мы хотим, мы можем обрабатывать абсолютно любой версией. Сказав просто, это не обязательно строка, какой версии обрабатывать, допустим, язык Kiwi и какой версии обрабатывать код. Сам код. Очень удобно, очень удобно, так как классы Python, а классы Python это ООП, как вы понимаете, объектно-ориентированное программирование. И здесь не видно конца и края. Это мощнейшая вещь. Итак, получается, пишем на Python, значит, получаем скорость C в приложениях Kiwi, потому что внутри все основные блоки написаны на Sutton. То есть, в спайке C и Python. При этом нам это не важно, не надо знать C. Мы просто пишем на Python, но просто приятно, когда получаем высокую скорость. Значит, ну, что бы еще хотелось сказать такое по Kiwi. Судя по статистике, например, берешь запад, там миллиард пятьсот запросов по Android. А у нас там двести миллионов, триста. Рынок пуст. Если взять рынок мобил по сравнению с рынком компьютеров, он тоже пуст. Понимаете, он развивается. И, учитывая, что написание приложений на Kiwi довольно несложно, да, придется затратить время на изучение одной библиотеки. Но, извините меня, когда в пределах одной библиотеки мы можем писать все, что угодно, это нам дает возможность выпускать программное обеспечение с бешеной скоростью. Надо игра? Пожалуйста. Надо программа? Пожалуйста. Надо графика? Пожалуйста. Надо какой-то бизнес-процесс? Пожалуйста. При этом библиотека настолько продвинутая и настолько много разных плюшек на все случаи жизни. Это настройки, это все. Даже вот есть камера, аудио. То есть, потому что внутри Kiwi уже подключена библиотека Pygame. То есть, она изначально и для программ, и для игр. Для чего хотите? Что еще можно сказать? Ребят, ну, если честно сказать, не знаю. В общем, это классная библиотека. Оно довольно интересно. Оно очень заманчиво. Довольно несложно изучается. В школе мы рассматриваем принципы очень подробно. Шаг за шагом двигаемся. Пишем код с вами. Вот. И самое главное, что у вас в руках будет мощнейший инструмент для того, чтобы действительно работать с этим рынком на современном этапе. Ну, все, что я хотел сказать, я сказал. Для того, чтобы одно последнее осталось, вы будете сайт школы видеть таким образом. Для получения логина и пароля мы просто нажимаем получить логин и пароль. Чем отличается статус план стандарт от план эксперт? План стандарт считается, что вы будете изучать только Python, а с Kiwi вы познакомитесь. Буквально там несколько уроков. То есть, вы платите стандарт практически за Python. Если вы покупаете план эксперт, то у вас имеется самый полный доступ. То есть, и к Python, и к Kiwi, значит, ко всем урокам. То есть, все, что есть возможное, вы получаете доступ. В чем плюс школы? Давайте назовем. Первое. Быстро врубитесь в Kiwi. Второе. Вы попадаете в сообщество людей, которые занимаются этим же. То есть, можно получить помощь, поддержку. Это важно. Ребята выкладывают, как я вам показывал, новые вещи. То есть, движение быстрее. Следующий момент. Вы находитесь в процессе. Вы подключены к группе и не упустите ни одного сообщения. Вам будут все сообщения приходить. Поэтому, пожалуйста, после оплаты пишите с Gmail. Значит, что значит оплата? Вы нажимаете получить логин и пароль, оплачиваете. После вам приходит письмо, что напишите на адрес. Такой-то это будет адрес контактов. Вы пишите письмо, что я оплатил, хотя это и так видно. После вы получаете в обратном письме логин и пароль. Доступ пожизненный. Значит, основная задача это, конечно же, чтобы вы писали приложение. В большинстве случаев люди занимаются и Django и Kiwi. И это правильно. Зачем это нужно? Это нужно по нескольким причинам. Причина номер один. Нельзя стать фреймворкозависимым. Например, Django это целый мир. Это огромнейший мир. Где мы вообще практически пишем только на классах Django. Kiwi дает больше возможность писать на чистом Python. Если вы пишете хотя бы на двух системах. Во-первых, вы начинаете соображать в ВВП. Во-вторых, вы избегаете такой вещи, как фреймворкозависимость. То есть, вы пишете и на чистом Python, и работаете в Django. В-третьих, эта информация, она разная. Тогда легче откладывается материал. Вы действительно будете писать. Значит, кого еще интересует вопрос. И кто-то определяется с языком. Значит, переходим на сайт Django. Это сайт spb-tut.ru. Набираем начни здесь. Выбираем рубрику. Почему Python? Достаточно материала там. И как происходит понимание языка. Я показал методику моментального понимания. Но не понимать, что просто доходить будет быстро. В любом случае, в любом случае, это очень прекрасно. Когда мы изучаем Python. Но при этом можем писать сайты, графические программы, мобильные приложения. Это дело довольно быстро, эффективно и классно. Это круто, ребят. За эти годы я это осознал. Если когда-то я писал видео и рассказывал там, что Python крут, я бы сказал, что Python очень крут. Это единственный язык, который способен в себя вбирать все языки. Хочешь писать на Python? Пиши. Хочешь посоединить к Python C, C2+, пожалуйста. Java. Есть сборки Python. Но по сути дела, везде мы пишем на чистом Python. Получаем от этого кайф. Легкий, простой язык. Да, надо. Если я говорю, что он простой, это не значит, что его учить не надо. Надо разобраться. Но вопрос в том, что когда вы работаете с одной, со второй библиотекой, но везде один и тот же Python, вы будете писать. Ну, ребята пишут. Из практики ведения школы Django, из практики ведения школы Kiwi все это работает. И на глазах ребята растут. Спасибо. Успехов. Игра. Успехов. Игра.